Песня Долей посланы. Дякую. Чытаем Купалу разом. Акция под такой назвой собрала у Грозенским Державным Университете имя Янки Купалы некальки сотен лавуковцев и просто аматоров. Купаловцев и прыхильников Купалового слова. Усех тых, кого натхняет творчество великого песняра земли белорусской. Сегодня в нашем университете на мой взгляд отбывается великая подея, потому что в первую очередь мы читаем нашу Купалу разом. Эта акция скверована на то, как все-таки наш Купаловский университет еще раз вспомнил, кто таки Купала, какой сенс в нашем жизни, какую спадшину нам покинул. Акцию присвятили 135 годню со дня народжения нашого знакомитого земляка, имя якого вось уже 28 год носить Гродзинский державный университет. Особливый сенс акции отзначил ректор университета Андрей Кароль, открывающий мероприемство. Стало уже доброй традицией проводить литературные акции под огольной назвой «Читаем разом». Так, за все недавно мы читали разом Кушкина, Богдановича. Але сегодняшняя акция «Читаем разом» Купалу мает для нашего университета особливый сенс. Наш армаматор носит имя великого смират Белорусской земли Янки Купала, одного засновальника новейшей белорусской литературы и им сучасной литературной мовы. Удельниками акции стали те, кто не обеяковы до творчества поэта. Выкладчики Гродинского государственного университета, деканы факультетов, студенты, гости замежных ВНУ, ученик школ города и всех, кто шаннует спадшину Янки Купалы. Тут удельничают люди разные, люди даже не связаны никак с белорусской культурой, может быть, не связаны с филологией. Но тем не менее, вы видите, что это не цитают верши Янки Купалы, с захоплением цитують. Мне, например, это очень приятно, что сегодня мы разом, всем университетам, независимо от специальности, независимо от сферы деятельности, при этом, яку я в шумуе. Акцию подтримало и кировничество Купаловского университета. Ректор и проректор прочитали родки створа у письменника. Весна, Весна, у кольки у тебя счастья, у кольки радости приносишь ты с собой, умеешь ты в душу огонь раскласти и груди распалить огнистой бородьбой. Святло в свет целый завела гаража, раскинулась зеленостей живых шатер, на усім земле обшары долго спячем, на своих крослах выткала шаромный узор. Слово Купалы гучало на розных мовах. Приемно, калі Купаловыраткі чытаюць беларусы, але яще приемній, калі я нагучаць звусну замежных грамадзян. Паэты ведаюць шануюць во усім свете. Што скажыць цемнейшым на свете ад ночі? Дягочая чорныя очі, дягочая чорныя очі. Што больш мае і тайнаў, і чару, як ночі? Дягочая чорныя очі, дягочая чорныя очі. Величная постыць Янкі Купалы суправаджае кожнага беларуса усе жыццьо. І сёдня Купалава слова гучыць гэда гжа моцна, які больш чым сто год таму. Сэнс яго твораў не стратяцца ніколі, бо ніхто болі трапна не сказаў про тое, як трэба любіць і берахчы спадшыну, якая нам дасталася ад прадзідаў спакон вяков.